Аплодисменты Сколько себя помню, я играю в шахматы. Последние несколько лет я не выступаю в соревнованиях, но это не меняет сути. За годы долгих тренировок, ежедневных, многочасовых, у меня сформировались своеобразные шахматные очки, то есть очки, через которые воспринимают реальность. Я еще называю это шахматным мышлением или игровым мышлением. Мне кажется, что такое мышление актуально для современной среды, для современного мира с его возросшим количеством возможностей и даже требованием принимать свои уникальные решения. И сейчас я хочу поделиться этими очками, представить, как шахматист принимает решения свои уникальные. Можно двадцатью способами начать шахматную партию. Есть первых двадцать ходов. И есть свыше ста шахматных вариантов, дебютных вариантов. Я полагаю, что есть совершенно неограниченное количество начать выступление сейчас здесь. Когда шахматист собирается на партию, он, разумеется, предусматривает, какой он сделает первый ход, и дебютный вариант может предвидеть. Но я сейчас недолго думала, я выбираю ход Е4, представляющий возможность сыграть открытый дебют. Мне прямота всегда помогает. Ну хорошо, в дебюте просто. Какие-то есть идеи в голове, о том, как уже другие играли, хорошо я подготовила, вариант у меня изучен, и ответы соперника предсказуемы. А потом Миттельшпиль и как раз та самая уникальная ситуация с требованием принимать свои уникальные решения. На чем же они будут основаны? Как их принимать? Как бы ты сыграла? Этот вопрос, пожалуй, я слышала чаще всего в своей жизни. Мое утро начиналось с зарядки, а потом с зарядки с шахматной. Много-много позиций тактических и стратегических стояло у меня на доске, иногда просто на листе формате А4 я должна была их решать. Что значит решать позиции? Стоит какая-то ситуация из шахматной партии, сыгранной когда-то, я должна найти решение. Как бы ты сыграла? Предполагается, что такой метод тренировки способствует развитию навыков, что когда у меня в своей партии возникнет ситуация необходимости принимать решения, мне вот эта база прорешенных позиций поможет принять решение максимально оптимальное для конкретной ситуации. Потом уже такой вопрос у меня просыпается постоянно в жизни, когда я вижу ситуацию выбора. А ситуация выбора, она практически каждый день. Дальше. Как анализируется эта ситуация? Как она анализируется в шахматах? Оценка позиции. Классический тезис шахматной теории гласит, что план основывается на оценке. Из чего состоит эта оценка? Она состоит из сочетания, говоря шахматным языком, материальных и позиционных факторов или материальных и нематериальных факторов. Что же такое материальные и нематериальные? Материальные — это фигуры. В шахматах условная единица измерения — это пешка. Мы в пешке не играем, но в пешках можно измерять, чтобы было понятно, что с чем соотносить. Одна пешка, конь тоже стоит три пешки, слон — три с половиной, ладья — пять, ферзь — восемь. И кажется уже понятно, что можно на что менять, чтобы постепенно серией лучших разменов выменить те фигуры, оставить себе такие фигуры, которые помогут достичь победы. Но это еще не все. Есть нематериальные факторы, такие как владение инициативой, развитие, центр, открытые линии. Иногда эти факторы важнее, чем материальные факторы. И вот говорят, ой, там пожертвую пешку, или вот здесь есть такая красивая комбинация, там я пожертвую фигуру, потом шах-шах и вот мат. Но это очень простое, к сожалению, видение шахмат. На самом деле есть другой пласт, когда происходит не жертва, а такой обмен или, можно сказать, еще инвестиция. Материал, он обменивается на возможность, он обменивается на вот этот нематериальный фактор, возможно, симбиоза фигур, которые направлены на достижение определенной цели, возможно, на открытую линию, на центр, на инициативу очень часто. Это первый шаг — оценка позиции. Дальше хорошо, оценили позицию, поняли, где мы находимся, ландшафт какой, что мы хотим построить. Это будет уже следующий вопрос, который поможет нам принять решение. Что мы хотим построить, это, иллюстрирую, как мечта или цель. Между мечтой и целью для меня есть разница, что мечта — это вот нечто, оно очень приятное, оно определяет вектор наших перемещений, оно вдохновляет нас делать какие-то действия, но это неизмеримое. Нельзя понять, что делать сейчас. Дальше из видения мечты рождается цель. Немножко попозже проиллюстрирую. Что такое мечта в шахматах? Я понимаю, что все шахматные учебники противоречат тому, что я сейчас скажу. Для меня иллюстрация, метафора мечты в шахматах — это мат. Потому что мат — это понятная картинка, что король соперника находится под ударом, и ему нет возможности никуда уйти или перекрыться от фигуры, от которой происходит нападение. Для меня в жизни это актуализация воплощения какой-то идеи. Но это не цель. Что такое цель в шахматах? Я скажу несколько позднее. Цель, во-первых, да, цель должна быть. Но если уже цель есть, то какая она должна быть? Я считаю, что цель должна быть дикая. Дикая — значит достижимая, измеримая, конкретная, адекватная, адекватная, ясная. Вот идея мата, она для меня понятна, что она дает вектор движения. Но это не цель, потому что непонятно, что вот сейчас, оценив свою позицию, оценив свои плюсы, оценив свои риски, я должен с этим всем делать. И в шахматах для меня цель выражается в микро улучшении позиции, в так называемом накоплении минимальных преимуществ. Накопление минимальных преимуществ, они как раз состоят из владения вертикалями, владения центром, налаживания взаимодействия между ключевыми фигурами, созданию слабости в лагере соперника и уменьшению рисков в своей позиции. Как иллюстрация. Вот эта ситуация возникла в партии Ришевский-Петросян, в матче претендентов. И эта партия, она знаменовала собой революцию в оценке позиции. А в оценке, соответственно, и в дальнейшем стиле игры. Потому что раньше все-таки считалось, что равноценные обмены — это фигуры на фигуры. Но нет. Вот здесь позиция белых лучше. За счет того, что у белых сильнее центр, и за счет того, что фигуры белых активнее, а черные фигуры пассивнее. И уже относительная ценность фигур, она другая. Значит, относительная ценность фигурок. Я уже сказала, фигуры, условно, они измеряются в пешках, сколько они стоят. Но эта оценка, она варьируется от актуальной ситуации на доске. То есть сейчас ферзь черных, ясно, что он хуже, чем ферзь белых, потому что ферзь белых активнее, а ферзь черных стоит в пассиве и в защите. Из-за того, что позиция белых динамичнее, они сейчас откроют эту вот линию и, в общем, свою динамику приведут в преимущество уже решающее. И Петросян делает девятый чемпион мира, Тигран Вартанович Петросян. Он делает ход очень неожиданный. Ладья Е6. Почему этот ход неожиданный? Он ладью подставляет под удар слона на ровном месте. Казалось бы, что это как раз жертва. Что ладья отдается за слона? Ладья стоит 5 пешек, слон стоит 3 пешки. Зачем нужен такой обмен? Это зевок или что это? Но Петросян ввел в практику обмен качества фигур, где ладья стоит 5 пешек, а слон стоит 3 пешки, на качество позиции. Когда белые, если белые сейчас заберут эту ладью, то качество позиции кардинально изменится. Вот этот ход ладьей, он освободил поле для коня, который сейчас готов уже перейти вот так и потом вот сюда, в центр. На поле Д5 его качественная оценка заметно улучшится. И он уже будет очень сильным, он уже будет отнимать ключевые поля в лагере белых, и соответственно, да, у белых будет так называемое лишнее качество, материальный перевес, но энергетический перевес будет уже на стороне черных. Это иллюстрация качественного обмена. И вот китайцы говорят, что заниматься торговлей значит заниматься смыслом жизни. Ну а торговля — это, по сути, тоже же обмены. Забавный несколько примеров из жизни. Кому интересно, можно потом будет посмотреть, как парень за год обменял пешку, простите, в скрепку, обменял скрепку на дом из серии в 10 обменов. То есть в скрепку он сначала получил ручку рыбы, ну и так далее, за год он дошел до дома. Тоже, возможно, для его позиции следующий элемент был важнее, а человек готов был отдать вот то, что ему хотелось за эту скрепку, потом за ручку рыбы и так далее. И напоследок, чему шахматы меня научили как уроки, что я взяла с собой в жизни из своего шахматного опыта? Играть текущую позицию. Что это значит играть текущую позицию? Представим себе, что у нас позиция лучше. То есть мы владеем центром, владеем какой-то важной вертикалью, и вообще фигура у нас стоит динамичнее. Но время наметить новый план. Подумали, возможно, долго. Приняли решение. Всё, делаем ход на доске. Ход ещё не сделали, фигуру взяли, фигуру уже перенесли на то поле, где она сейчас будет стоять. И в этот момент понимаем, что этот ход ошибочный. Что вот сейчас, после этого хода, оценка позиции кардинально изменится. В шахматах критерии оценки-то понятны. Но делать его уже нужно. Уже нужно отпустить фигуру и пережать часы. Пойдёт время соперника, будет его ход. Соперник воспользуется этой ошибкой. Он подчеркнёт эту ошибку. И сделает сильнейший ответ. И мы уже поймём, что вот только что от позиции, где была беззаботная жизнь, у нас возникнет совершенно другая ситуация. И, конечно, захочется вернуть прошлый ход. Или сказать, да нет, это мне просто показалось, я всё равно сейчас, я мог проводить активный атакующий план, я всё-таки буду его проводить. Вот из сожаления можно сделать дополнительную ошибку. Следующее, что ещё усугубит ситуацию. Очень важно оставить эти сожаления прошлому хода. И сейчас почувствовать, что есть только я и текущий ход. И лучшее, что можно сделать, это понять, какие изменения произошли. И какой ход будет максимально полезен для моей позиции. Верить себе. Этот совет я получила перед чемпионатом мира среди девушек. Я приведу пример. Играю пример, иллюстрирующий, что значит верить себе, верить своему видению. Я играю партию. Над моим королём загрудились фигуры белых. Кажется, что сейчас она проведёт какую-то комбинацию решающую. Кажется, что мой королевский фланг, защищённый только конём, он никак не удержит напор атаке. У него там ферзь, конь и слон издалека. Все стреляют на мой королевский фланг. Проблема только в том, что я не вижу, в чём проблема, какая есть угроза. Она так ещё себя ведёт, создаёт ощущение, что она очень уверена в своей позиции. Я просто чего-то не вижу. И хочется подстраховаться, перекрыть эту диагональ из соображений лишней безопасности. И это была бы большая ошибка, если бы я сделала ход из навязанной иллюзии. Я решила, что я не вижу, что мне грозит. Но есть ход, понятный мне. Я вот ту одёсу сейчас, которая стоит на А8, перейду на центральную вертикаль, которая ещё никем не занята. И я буду владеть этой вертикалью. Мне понятно, мне кажется, что этот ход улучшает мою позицию. Я согласна. Хорошо. Может быть, сидящие в зале болельщики, мой тренер считает, что этот ход ошибочный. И он может быть действительно ошибочный. Но я так вижу ситуацию. Я согласна. Пусть соперница покажет мне, в чём я ошибаюсь. Уж лучше так. Может быть, я проиграю партию. Может, лучше так, чем я сделаю ход, который мне непонятен, но исходя из какой-то иллюзии. Следующий. Возможно, этот пункт кажется самым парадоксальным. Быть согласна с поражением. Как я это чувствую? Быть согласна с поражением — это значит не пытаться войти в форму, которая мне не соответствует. Это ощущение, оно позволяет сконцентрироваться на самой попытке. Оно позволяет себя спросить. Я играю вот этот турнир, я начинаю это дело, потому что просто хочу вот этой победы и всех признаний после победы. Или что-то другое меня движет. Быть согласна с поражением — это значит включаться в турнир не из-за любви к победе, а из-за любви к попытке. Я считаю, что это самое ценное — любовь к попытке. И либо любить саму попытку, либо не начинать эту партию. Ваш ход. Как бы вы сыграли. Спасибо. Вероня Бальсина, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.